Официальное открытие мероприятия прошло в актовом зале имени Карла Фукса. Здоровый максимализм, присущий молодым людям, является двигателем общественных преобразований в самых разных сферах жизни. И очень важно, чтобы мы этот максимализм, эту энергию могли правильным образом использовать, в том числе для реформирования нашего государства. Первым спикером на мероприятии выступил доцент Московского государственного института международных отношений, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Он поделился пятью важными процессами современного мира, в которые вошли геополитический беспорядок, кризис универсальной модели социального развития, возникновение новой экономической географии, построение неограниченной глобализации благодаря избавлению идентичности и возвращение к ситуации конкуренции подобного. Очень важно также отметить, что мероприятие построено по принципу взаимодействия академической культуры, аналитической культуры и просто межкультурного взаимодействия. Мне кажется, что это очень важный подход, который помогает получить некое целостное видение происходящих событий и процессов. Темой следующего пленарного доклада стало формирование гражданской идентичности у студентов-мусульман в Российской империи. Спикером выступил профессор кафедры регионоведения и евразийских отношений Айдар Хабуддинов. Во время выступления поднимались вопросы становления политической истории, социологии тюркского мира и формирования классического российского исламоведения. Было настолько сильное понимание российской идентичности, что даже если человек не был юристом, даже если он не был формальным политиком, то когда дело доходило до дела, они были сторонниками федеративной России. В последнее время в период глобализации происходит разрушение культурных кодов, что предполагает изменение социальных убеждений и понимание ключевых смысловых понятий у молодежи. Чтобы разобраться в этом, на мероприятии выступил профессор кафедры философии и религиоведения, кандидат исторических наук Александр Савин. Анализ культурных кодов – это ключевая вещь для понимания работы идеологической, воспитательной, как будет действовать в том числе потенциальный противник и так далее. Еще одной темой, затронутой на форуме, стало обсуждение саммитов России в Центральной Азии и Китае в Центральной Азии. Первый саммит прошел в октябре 2022 года в Астане совместно с президентами России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече затрагивались проблемы обеспечения мер защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане. По итогам саммита участниками было принято совместное заявление о важности сопряжения потенциалов стран региона. Коллегия из Туркменистана говорила о том, что для стран Центральной Азии, для тех, у кого нет выхода в Мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате, в многостороннем Центрально-Азиатском, для того, чтобы все вместе искать такие возможности и каналы. Вторым на очереди был саммит Китай-Центральная Азия, который стал эпохальным событием. По итогам встречи министры иностранных дел Китая и пяти центрально-азиатских республик заявили, что следующие 30 лет станут золотыми в развитии отношений в формате Китай плюс 5. Предлагаем создать партнерские отношения Китая и Центральной Азии по энергетическому развитию, ускорить строительство четвертой линии Казапровода Китая и Центральной Азии, продолжить увеличение объема торговли углеводородами, развить взаимодействие по всей производственной цепочке. Доцент международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета Альберт Белоглазов в своем выступлении подробнее рассказал об основных положениях саммитов и их роли в обеспечении геополитической стабильности в регионе. Вы видите, что со всеми государствами у нас сложились отношения стратегического партнерства и почти со всеми союзничества. Ну, почти это без Туркменистана. Четыре из пяти имеют союзнические договоры. И поэтому наши основные задачи всегда были обеспечить региональную безопасность в регионе, продвигать евразийские интеграционные процессы и укреплять двусторонние отношения. По завершению форума было достигнуто успешное объединение студентов из разных университетов и получение ими бесценного опыта на примере рассмотрения сотрудничества России с дружескими и соседними странами. Кристина Отёгина, Универньюз.